всех рад приветствовать на связи гончаров в данном видео расскажу вам как мы будем с вами устанавливать open сервер на наш компьютер что такое open сервер из описания на сайте разработчика видно что open сервер это портативная сервер серверная платформа и программная среда создана специально для веб разработчиков с учетом их рекомендаций и пожеланий то есть грубо говоря это такая среда которой мы можем с вами устанавливать сайты локально и работать над ними разрабатывать их проверять тестировать то есть без подключения к интернет без хостинга без домена без базы данных но именно имеется ввиду подключение к удаленной базе данных это все будет делаться локально на вашем компьютере просто в папке в одной из файловых папок компьютера давайте не будем затягивать сразу же перейдем к установке для этого нам нужно скачать данный данную программу можно так выразиться и существует три версии ultimate премиум и basic они имеют разный функционал программа бесплатная мы с вами выбираем здесь нужный нам вариант я предлагаю взять вариант basic нам его будет достаточно указываем код с картинки так вроде бы так нажимаем скачать нас перекидывать на страницу в чем здесь суть здесь мы можем с вами просто нажать нет спасибо хочу просто скачать и тогда скачивание вашего файла вашего архива будет занимать на порядка трех часов либо вы можете здесь оставить какую-то оплату тут вроде бы у них минимум так давить минимальный размер платежа 79 рублей то есть вы указываете 79 рублей это просто длина поддержку проекта типа такого доната да но запомин на этот донат вам позволяют скачать файл на максимальной скорости то есть вы скачать почти моментально весь там файл 436 мегабайт вроде бы и вы скачать их очень быстро поэтому решайте сами либо отблагодарить ребят за разработку или скачать быстро либо сказать нет спасибо и скачать это все очень медленно после того как вы скачали а я уже скачал у вас будет вот такой архив загрузка его нужно будет просто запустить и он будет вас распаковываться так распакуется он у вас так минутку так 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 сейчас я удалю эту страничку все вам нужно распаковать нажимаем на него получается левой кнопкой мыши два раза запустить и он предлагает папку куда установить меня он предлагает папку по умолчанию где нахожусь в загрузках извлекаем он создаст автоматически папку ospanel и с ней мы уже будем с вами работать я нажму на паузу потому что извлечение будет идти продолжительное время и вернусь к вам сразу же после распаковки и так произошла распаковка вот папочка появилась мы заходим в нее и у нас здесь с вами вот такие вот файлы что нам нужно сами сделать далее вот эти вот запускающие файлы для 64 разрядной системы и для 32 разрядной системы вам нужно узнать какая у вас система стоит на компьютере для этого можно принципе если windows 10 то правой кнопкой мыши нажать на флажок перейти в раздел системы и вот здесь у вас есть тип системы видите 64 разрядная 64 разрядная операционная система процессора если здесь будет 32 то тогда вам надо просто напросто выбрать вот этот вариант я выбираю этот вариант данная платформа данные как бы как сказать программа она не устанавливается на компьютер она просто распаковывается в папку и вы работаете уже из просто из папки таким образом вы можете данную папочку перемещать на флешку брать везде с собой то есть работать без привязки компьютер мы просто берем запускаем правой кнопкой мыши вот имени администратора далее нам предлагают выбрать язык русский украинский либо английский но прежде чем это произойдет я уже запускаю не первый раз данные данную программу а второй при первом случае первого запуска у вас будет просить установить программное обеспечение дополнительно сейчас я покажу какое так приложение и возможности визуал визуал так сейчас microsoft визуал c++ видите вот вчера я пробовал устанавливать данную программу так как я ей вообще принципе не пользуюсь но у меня попросили записать инструкцию по ее установке по ее настройке я это делаю в 2 ти вас вам предложить установить дополнительно программное обеспечение вы его соглашаетесь устанавливаете потом вас просят перезагрузку вы должны обязательно перезагрузиться перезагрузить компьютер и после этого повторно запустить от имени администратора нужному подходящую вам версию программы я это запускаю для 64 разрядной системы выбираю русский язык и у меня вот здесь сейчас возле часов появится флажок видите красный флажочек а вот видите у меня впервые почему-то опять странно но вот видео у вас появится вот такая штука запуск на этом компьютере планция впервые установить microsoft визуал c++ runtime and patches нажимаем ok видимо я когда удалил эту папку до первый раз видимо тут требуется установка по новой но что поделать давайте дождемся установки и я пока нажму на паузу так вот у нас установился наш компонент дополнительный и теперь программа просит перезагрузить компьютер что мы с вами должны сейчас выполнить нажимаю на паузу делаю перезагрузку и возвращаюсь к вам продолжаем я перезагрузил компьютер и снова захожу в нашу папку и запускаю нужно мне файл права кнопка мыши запуск от имени администратора после запуска у меня сейчас появится флажок красный при его нажатии мы увидим что у нас с вами вот выскакивает такая вот панель управления здесь есть различные настройки есть флажок зеленый запустить нажимаем запустить у нас с вами видео стал оранжевым и сейчас должен позеленеть то есть наш с вами сервер будет запущен после того как сервер запущен мы можем с вами попробовать проверить как он работает он будет у нас доступен вот по такому адресу открываем браузер и пишем local host и переходим все ведь есть вас появилась такая надпись то open server у нас установлен что нам нужно сделать с вами далее дальше снова щелка лево либо правой кнопкой мыши на данный получается флажок и мы уже можем с вами здесь смотреть настройки нам здесь с вами нужно будет сделать что нам нужно будет сами создать базу данных создать пользователя базы данных задать ему пароль и принципе установить наш движок как у нас устанавливается движок давайте загрузим для начала файлы нашего сайта в директорию как это делается заходим снова нашу папку здесь у нас есть папочка domains домины переходим видим что localhost заходим localhost здесь у нас есть вами вот файл htaccess index.php собственно вот этот файл index.php отвечает вот как раз таки за вот это вот заглушку за это приветственное слово мы просто здесь создаем с вами папку которую нам надо допустим давайте создадим папку и назовем ее демо сайт здесь можете писать что угодно любую комбинацию то есть не обязательно там .ру просто любое слово пишите и это фактически уже наш новый сайт заходим в эту папку и сейчас нам уже сюда загрузить с вами будет наш дистрибутив jumla здесь у меня дистрибутив так куда его делал я его видимо удалил мне нужно сейчас скачать дистрибутив давайте перейдем на jumla.org и скачаем его загрузить последняя версия 3916 все пока он грузится так давайте вернемся нашу папку так дыма сайт сейчас мы сюда с вами перенесем архив наши jumla распакуем и подготовим примерно так же как мы это делаем всегда когда устанавливаем сайт на хостинге так загружку загрузку уже почти завершена так загрузка завершилась перейдем в папку загрузки просто копируем либо вырезаем идем нашу папку дыма сайт все здесь мы это дело вставляем и распаковываем распаковать здесь все мы видим что наши файлы сайта начинают появляться все мы распаковали можно архив удалить здесь он принципе не нужен все теперь если мы здесь с вами сейчас перейдем на сайт наш дыма сайт то есть как это делается пишется local хвост без всяких http без всего просто local хост слэш дыма сайт дыма сайт то есть мы пишем структуру папок которые мы создали с вами ранее нажимаем и у нас пойдет сейчас так у нас сейчас ничего не пойдет а нет пошло все отлично пошла стандартная установка как мы с вами привыкли это видеть на хостинге до когда мы устанавливаем движок jumla все отлично вот наш путь это новый сайт понятно что сейчас мы будем здесь указывать все данные регистрационные но на втором этапе нас попросят здесь указать базу данных имя название базы данных и пароль это нам нужно сами сейчас еще создать для этого щелкаем на флажок дополнительно php myadmin переходим сюда нас сейчас откроется с вами авторизация печки myadmin напомню что печки myadmin это такая среда для управления базами данных ваших сайтов на хостинге но здесь она сделана локально по умолчанию пользователь root пароля здесь нет нажимаем просто вперед и попадаем вот в такую вот среду здесь уже есть какие-то базы данных мы их не трогаем все базы данных здесь будут храниться как бы получается в одной вот этой среде до в одном интерфейсе что нам нужно сделать для создания новой базы данных просто нажать здесь создать базу данных нажимаем создать пишем здесь вот имя базы данных давайте напишем чтобы не путаться дыма сайт дыма сайт нажимаем создать когда база создана вот она у нас появилась мы здесь с вами просто-напросто должны находясь в ней то есть вот видите минус да мы на нее щелкнули вот сейчас базе данных таблиц никаких нет она пустая таблицы нам будет создавать jumla при установке далее мы идем в привилегии и вот здесь мы должны с вами добавить учетную запись пользователю нажимаем добавить и пишем имя пользователя пишем дыма сайт советую писать одно и то же имя для имени базы и для пользователя все мы с вами получается так копировать ну вот написали имя дыма сайт дальше нам нужно с вами здесь создать пароль пароль можно тоже стать дыма сайт например до чрезвычайно простой можно сделать просто генерацию пароля он тоже сюда вставится но поскольку это все локально да это не как сказать не в интернете можем любой простой пароль сделать чтобы вам просто можно было для удобства но не запоминать его но потом не забудьте когда вы будете сайт переносить на хостинг до на площадку то данный пароль надо будет обязательно поменять иначе он будет слишком простой но можно принципе его из генерировать вот этим генерирует сразу такую пароль автоматом сюда подставляет он уже становится сложным видите комбинация какая вы можете просто скопировать и куда-нибудь сохранить вот я допустим telegram себе скину все после этого что мы делаем мы нажимаем так мы нажимаем вот здесь вперед и создаем пользователя все пароль у нас с вами создан то есть смотрите учет на запись пользователя дыма сайт база данных дыма сайт все мы тут с вами создали теперь что нам нужно сделать здесь мы с вами все закончили переходим в мастер установки здесь мы прописываем название сайта это вот не обязательно давно просто как бы для примера 1 2 3 1 2 3 и мы мы тоже с вами прописываем но прописывайте свой корректный email принципе тут потом понадобится все равно вам это все создавать да и пароль давать все очень просто сделаем просто чтобы показать для наглядности прописали далее и вот здесь нам нужно сами сейчас указать имя пользователя нас был с вами дыма сайт пароль тот который мы сгенерировали либо ваш дальше снова имя базы данных дыма сайт дальше ничего не трогаем нажимаем далее закроем установка дыма данных как обычно делаем нет здесь мы видим что у нас вся начальная проверка всех параметров требуемых для установки джунла установлены да никаких замечаний нет все отлично то есть open server полностью отвечает всем начальным настройкам и после этого мы нажимаем установка все как вы видите у нас все с вами установилась можем перейти на сайт сразу же здесь базе данных если мы зайдем нашу дыма сайт таблицу видите но в нашу базу данных дыма сайт ведь и джунла после установки прописала все таблицы своей базы данных здесь можно принципе закрыть это нам уже не нужно странице все удалить директорию сайта установил установочную директорию переходим на главную страницу сайта но все отлично все она с вами работает админка у нас будет выглядеть вот по такому пути администратор администратор здесь админка так если сейчас вспомню что этому казал то да вот видите все мы с вами попали в админку здесь на одну там оба русифицировать может принципе здесь сейчас русифицировать я показывал не раз как это делается и работать сайтом видите все локально работает это не хостинг принципе все пожалуйста пользуйтесь устанавливайте open сервер если вам это нужно но опять же я не буду менять свое мнение о том что сейчас хостинг принципе очень доступен и зарегистрировать себе хостинг то тот же месяц либо она как постоянное пользование не представляет особой сложности и не так дорого чтобы заморачиваться вот именно на такие вот локальные сервера до для разработки потому что потом это нужно будет все переносить на хостинг могут быть кита ситуации которые будут выдавать какие-то ошибки при переносе возможно уже сейчас такого нет так как я почти девять лет назад пробовал так работать и после этого я больше open сервером не пользовался и постоянно работаю только на хостинге ссылка на загрузку open сервера будет в описании под видео ссылка на хостинг который я рекомендую сейчас тоже будет находиться под видео переходите посмотрите там все все описание есть очень хороший хостинг также пишите в комментариях что вы думаете по поводу этого видео вопрос почему я не показал весь функционал задавать надо потому что здесь очень большой функционал данного open сервера до данной программы и просто для нас тут нет особо важности рассматривать вот это все очень большой функционалом можно очень мощные настройки делать да но я рассмотрел затронули что часть которая касается именно создание сайта до чтобы можно было локально с ним работать это база данных печки мой админ установка и установка непосредственно самого движка и работы уже самого сайта на этом у меня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки отмечайте колокольчик чтобы узнавать о выходе новых видео у меня на этом все пока пока